Привет всем друзья! Неоднократно, под моими видео, я вижу недовольные комментарии жителей Поднепровья. Когда они узнают, о том, что оказывается, их предки, да что уж там, даже их прабабушки и прадедушки, не считали себя украинцами. Они называли себя русскими. И тогда, они начинают с пеной у рта доказывать, что мол нет, это не правда, наши предки, называли себя, только русскими, через мягкий знак, или на крайний случай, только русинами. На самом деле, на моем канале, есть много примеров, где русскими, через мягкий знак, назывались все жители Руси. То же самое, и с названием, русин. Просто не было раньше, понятия точной орфографии, и поэтому летописцы писали слово русский, по-разному. Но это видео, совсем не об этом. В этом видео, я собрал факты, где жители Украины, называют себя, не просто русскими, а россиянами, через букву ООО, и используя двойное С. Причем называли они себя так, живя в составе Польши. Использовать буду, в основном, источники Украины. Конечно, украинцами и Украиной, они себя тогда не считали. Но все же, буду использовать термин, украинские источники. Жителям Поднепровья, так будет понятнее. И по возможности, дам ссылки на источники. Итак, поехали. Киевляне, россияне. Начнем, пожалуй, с книги Часослов. Книга была издана, в Киево-Печорской лавре, в 1616 году. На титульном листе книги, видим запись. Елисей Плетенский, Архимандрит Печорский и Киевский, православному роду, российскому. На следующей странице, видим запись. От нарочитых мест, в России Киевской. В роду нашем, российском, во времена самодержца Владимира. Тропари и кондаки, русским святым, где первым, восславляется, преподобный Антоний Печорский. Вспоем днесь, Бога, прославлявшего в России, Елену Богомудрую. Следующая книга, издана, в 1627 году. Это Евангелие, учительное, напечатанное, в Тернопольской области. Видим запись, о спасении, рода моего, российского. Эта летопись написана, в Киеве, в 17 веке. Написанное, в Десятинной церкви. Видим здесь словосочетание, про земли российские. Запись, Киева Печорской лавры, 1623 год. Жители Киева, названы, российским народом. В книге аналогия, киевского митрополита, Петра Могилы, также фигурируют, россияне киевские. И россияне Галичины. А во Львове, в 1785 году, присутствовали, российские юношества. Волынский писатель, Ионикий, Галяторский, в своей книге, Небо новое, изданную в 17 веке, называет галичан, российским народом. Отрывки из летописи, написанной, в городе Львов, 17 век. Видим надпись, Россия. Видим запись, и о православном российском народе, проживающем в Киеве. Видим записи, о России малой, и о России великой. Греко-славянская грамматика, город Львов, 1591 год. Видим запись, о роде, российском. И снова Львов, и снова Россия, и снова род российский. Иннокентий Гизель, это архимандрит, Киево-Печорской лавры, 17 века. Он же был и киевским историком, богословом, и писателем. Он написал книгу, Синопсис, в 1674 году. Это титульный лист книги. Он пишет, о российском народе, в городе Киеве. Открыв книгу, видим запись, о народе российском, или русском. Видим запись, о том, что народ российский, живет в городе, Киев. И еще о Руси, или россиянах. О российской земле, и о российском народе. Киевский Патерик, 1661 год. Памяти российского, не старолетописца. Киевская старина, 1893 год. Подаянием, Панамазепе, российского, Гетмана. В 1695 году, Филипп Орлик, выпускает книгу, на польском языке, посвященную Ивану Мазепе. Книгу он называет, Алкит российский. А теперь взгляните, как украинец, в кавычках, конечно, называет другого украинца. А называет он Мазепу, россиянином, Гетманом российским. Он его называет, даже Орлом московским, выделяя это большими буквами. Более того, в книге, можно встретить, такие слова, как, российский мир, российское небо, Марс Роский, российский удар, гекторы российские. Ну, а это густынская летопись. Ее россияне, ой, простите, украинцы, называют украинской летописью. Она написана, в Черниговской области. И в самом начале, на титульном листе, мы видим запись, о том, что в Киеве, проживает российский народ. Я думаю, вы уже поняли, что я это могу продолжать, еще очень долго. Конечно, тут указана, лишь ничтожная часть, подобных фактов. Но я думаю, этого вполне достаточно. На этом я закончу, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok